Я хочу, чтобы вы в первую очередь рассказали, как вы к этому пришли. К созданию этих проектов? Да, к созданию этих проектов. Я делю все проекты, которыми я занимался, на живые и мертвые. Мертвые, это так, наверное, сказано не очень корректно, но те, которые создавались ради денег. То есть ты просто создаешь проект, чтобы заработать денег. Есть проекты живые, которые создаются, потому что у тебя есть у самого в этом потребность. То есть лет 6 или 7 назад я остро ощутил недостаток интересного общения. Это не значит, что вокруг меня было мало интересных людей, но я как бы был погружен в такую предпринимательскую среду. И я общался с одними и теми же людьми примерно на одни и те же темы. Я примерно уже представлял, о чем мы будем говорить в следующий раз, когда я встречусь с тем или иным человеком. И я начал думать о том, как расширить мне собственный кругозор, как найти поводы для того, чтобы общаться с людьми, которые мне интересны. Мне пришла идея сделать электронный альманах, где я бы взял под видом того, что я хочу взять интервью, я бы начал обращаться к людям. Но поскольку нужен был какой-то образец, чтобы показывать следующим людям, которые знают меня хуже, чем первые 10 человек, которые я составил, которые более-менее меня знали по ЖЖ, по Фейсбуку. Я им написал какие-то там подобранные вопросы и таким образом сделали первый альманах. Мы его просто PDF-ка сверстали и выложили. Потом поставил себе задачу сделать год-два таких альманах. Как-то так получилось, что мы начали делать их раз в месяц, потом сделали электронный журнал, потом сделали приложение для смартфонов и планшетников. И потом это получилось так, что каждый номер ежемесячный получался там на 250-300 страниц. И знакомые начали говорить, что они просто не успевают читать. И пришла идея сделать сайт. И вот так появился «Жить интересно». И это абсолютно такой эгоистичный проект, который я создавал лично для себя, но который каким-то удивительным образом заинтересовал не такое уж большое количество. У нас там не жуткая какая-то посещаемость. Я опять же не скажу, что я не хочу, чтобы посещаемость увеличилась. Нам просто не хватает, может быть, сил, знаний, чтобы там как-то очень многое увеличить. Но оно, как любой живой проект, он развивается сам собой. И все живые проекты, которыми я занимался, их можно только любить и уделять им внимание. И невозможно предсказать, во что они преобразуются. Почему? Потому что это как ребенок. Ты можешь сколько угодно планировать, каким ты хочешь его видеть, но он все равно вырастет таким, каким он вырастет. Все, что ты можешь, это любить и создавать для него возможности. Это первый проект. И второй проект «Стодневка» — это тоже родился абсолютно спонтанно. Не было никаких там замыслов, бизнес-проектов. Название исходит из армии, потому что я служил в советской армии. У нас там была «Стодневка» дембельская. И как-то лет 10 назад, до этого я составлял планы, как многие, наверное, в конце года, составляли такую экселовскую табличку «Все, что я хочу совершить в следующий год». Благополучно где-то в феврале уже забывал об этой табличке. И вспоминал о ней в следующем декабре. И вот где-то в 2007 или 2008 году мне повезло. Я вспомнил, эта табличка мне попалась на глаза где-то в сентябре, 20 числа сентября. И получилось так, что я посчитал, что 100 дней до конца года. Я подумал, что если я сейчас за 100 дней выполню все, что я планировал на весь год, ну, наверное, у меня будет хорошее настроение к концу года. И кроме того, что я там что-то заработаю в своих компаниях, я еще буду доволен тем, что я сумел добиться поставленных задач. И потом я стал жить в таком режиме 100 дневок. Поскольку я достаточно открыто рассказываю о том, что я делаю в соцсетях, появились люди, которые стали задавать вопросы и попросились проходить вместе со мной. Мы создали закрытую группу в Facebook. И лет, года 4, наверное, я это все делал совершенно бесплатно. Просто люди знали, что я прохожу 100 дневку из моих постов. Присоединялись, что-то там делали. Потом их стало очень много. Потребовались дополнительные ресурсы, приложения усилий других людей. И я с большими сомнениями решился брать за это деньги. Потому что мне было жутко неудобно. Потому что я вроде бы как этим живу, в таком режиме. Но тем не менее, вот мы начали развивать этот проект. Сейчас он уже запускаем 40-ую, по-моему, группу. Я сейчас сбился со счета. То есть каждый месяц стартует очередная группа. И я живу в таком режиме постоянно. И смысл этого проекта только в одном. Внешне всем кажется, что это про достижение цели. Но в действительности это для того, чтобы тренировать навыки внимательной жизни. Потому что когда разговариваешь с людьми, они говорят, что все делятся на три группы. Те, кто знает, чего они хотят, знают, как они могут этого достичь, нифига не делают для этого. И вот из года в год они тянутся, переносят эти цели из месяца в месяц. И есть такие цели пенсионеры, с которыми люди живут годами, ничего не предпринимают. Есть люди, которые хорошо знают, чего они хотят, но не знают, как этого достичь. И третья группа – это люди, которые не знают, чего они хотят. И вот как раз «Стодневка» – это не про... Я там ничего не учу. Это среда развития, которая помогает тренировать навык, понимательной жизни. Вот если... Я вообще пришел к этому, убедившись, что когда ты очень много читаешь, забиваешь голову информационным жиром, а потом просто приходишь в понимание, что знать – значит уметь. Если ты много знаешь, но ничего не умеешь, это не просто бессмысленно, это вредно, потому что у тебя голова забита информационным жиром. Ты как такой человек с лишним весом, трудно двигаешься, тяжело наклоняешься, и тяжело принимаешь решения. Поэтому, прочитав там книжки про ГТД, Дэвида Алина, «Поток», «Сент Михайлович», я подумал, что мне хочется показать на собственном примере, через свои действия, не через переложение в какие-то умные тезисы чужого знания, а через личный опыт, как сделать эти знания навыками, навыками внимательной жизни. И когда вот я упомянул эти три категории людей, когда я начинаю спрашивать, а чего вам не хватает для того, чтобы достичь того, чего вы хотите? Как правило, начинаются разговоры про не хватает, в первую очередь, денег, времени, знакомств, какие-то знания. Но в корне всего этого, поскольку я не могу научить людей, как зарабатывать деньги, я не могу научить, как найти время. Время у всех одинаковое количество. В этом прелесть и честность, потому что все люди обладают одинаковым количеством времени. Но мне кажется, что самый доступный ресурс, который можно найти, на который можно воздействовать, и это все под силу каждому, это внимание. Вот от того, как ты тренируешь свое внимание, во многом зависит то, сколько у тебя денег, как ты используешь время, как ты используешь те возможности, которые у тебя уже есть, ты просто их не замечаешь. И как ты используешь те знакомства, которые у тебя есть, ты просто не обращаешь внимания на то, чем ты делишься с людьми, соответственно, что ты получаешь в ответ. Нужно не бояться показаться глупым и задавать себе простые вопросы. Ну, что такое внимание?